Что мы принимаем после тренировки? Сразу после тренировки желательно принять БЦА. Необходимо принять около 5 грамм. Этого количества будет вполне достаточно для усиления секреции анаболических гормонов и для подавления катаболизма. Глютамин. Достаточно принять 3 грамма. Помимо стимуляции выработки гормона роста, глютамин пойдет на восстановление мышечных волокон. Ведь все помнят, что эту аминокислоту также называют основной. Ведь из нее организм может синтезировать практически любые другие знаменимые аминокислоты, которые необходимы организму в данный момент. И также поможет в производстве энергии. Хорошо бы выпить также грамма 3-4 креатина. Ведь то, что после качественной тренировки креатина усваивается лучше всего, поможет восполнить запас креатинфосфата. Само собой, после тренировки надо выпить литр воды. Лучше всего подойдет столовая минеральная вода. Это необходимо для нормализации водно-электролитного баланса. Вторая фаза. Через 20-30 минут после тренировки. Прежде всего, надо закинуть в себя какой-нибудь белок. На данном этапе лучше всего подойдет быстрый протеин, прием которого восполнит запас аминокислот, подавит катаболизм и простимулирует выработку анаболических гормонов. Лучшее время для приема протеина через 30 минут после тренировки. Так называемое белково-углеводное окно, когда организм максимально способен к усвоению питательных веществ. Достаточно будет принять всего одну порцию, около 30 грамм. В случае, если вы по каким-то причинам не принимаете сразу после тренировки БЦА или другие аминки, прием протеина лучше перенести на ближайшее время, после тренировки. На этом этапе, через 30-40 минут после тренировки, организм также хорошо отзывается на прием углеводов. Если лишний вес и полнота не ваш случай, можно принять от 60 до 100 грамм углеводов в средней сложности в виде добавок. Замечательно подойдет мальта. Ну, а если у вас есть возможность в это время перекусить, вполне подойдут мучные изделия. Каша, рисовая, кукурузная или картофель. Если же у вас склонность к полноте приема углеводов, лучше ограничить 30 граммами сложных углеводов. Стоит продолжить регидрацию организма. Для этого пьем минеральную воду. Все помнят главный принцип набора массы. Если нет, напомню. Поели, поспали, потренировались. Поели и опять поспали. Это к тому, что после еды хорошо бы вздремнуть пару-тройку часиков. Это позволит нашему организму ни на что не отвлекаться и максимально использовать полученные питательные вещества в правильных целях для восстановления. Я против применения в спорте анаболических стероидов. Но не могу упустить из вида тот факт, что если вы их все-таки используете, вторая фаза восстановления – лучшее время для приема оральных препаратов. Поговорим об основных факторах правильного восстановления после тренировок. Можно было бы остановиться и на этом. Но давайте все же рассмотрим дополнительные методы. Наверное, нет смысла говорить о том, насколько хорошо сделать массаж после тренировки. Ведь это поможет улучшить самочувствие, приведет в тонус мышцы, стимулирует кровообращение и вывод отходов метаболизма из мышечных тканей. Также рекомендуется выполнять после каждой тренировки заминку. Мы рассмотрели с вами практически все методы, которые помогут максимально полно восстанавливаться нашему организму. Но возникает вопрос – а как проконтролировать, насколько успешно идет восстановление? Не так ли? Вот несколько советов, которые помогут вам лучше почувствовать свой организм. Показатели, которые позволяют определить, насколько полно восстанавливается ваш организм. Прежде всего, измерьте пульс через 2 часа после тренировки. Если показатель укладывается до 75 ударов в минуту, значит, все идет хорошо. Если же показатель выше, стоит задуматься, не наступила ли у вас перетренированность. Если вы стали замечать ухудшение общего самочувствия после тренировки, это один из основных сигналов того, что вы восстанавливаетесь не до конца. При неправильном режиме тренировок могут наблюдаться проблемы со сном. Симптомами станут неустойчивый сон, ночное время, сонливость и в первой половине дня. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok